с вами милана давайте рассмотрим вот такой интересный узор смотрите вот с таким необычным переплетением узор одинаково смотрится и с лицевой стороны и с изнаночной смотрите очень интересный узор вяжется просто я вам рекомендую можно вязать пальто полу пальто шапку то есть какой-то пуловер плотный на молнии фантазируйте применяйте также можно плед связать фантазируйте применяйте данный узор там где понравится вам на этот узор мы набираем такое количество петель чтобы было кратно четырем плюс одна петля для симметрии смотрите первый и единственный ряд который будем повторять вяжется так набрали нужное количество петель сняли кромочную вяжем 1 лицевая петля одну петлю снимаем нить за работой далее следующие две петли мы вяжем 2 вместе 1 изнаночной затем еще раз провязываем первую петлю изнаночной петлей все и так вяжем повторяет до конца ряда лицевая петля петлю снимаем не провязывая нить за работой 2 вместе 1 изнаночной не снимая петли со спицы вяжем еще раз первую изнаночной петлей и повторяем лицевая петлю сняли нить за работой 2 вместе затем еще раз первую петлю изнаночной и сбросили петли повторяем лицевая петлю сняли нить за работой узор вяжется быстро и запоминается хорошо то есть лицевая петлю сняли нить за работой 2 вместе изнаночной еще раз первую изнаночной повторяем и одна петля для симметрии смотрите лицевая перед кромочной так девочки я сказала кратно 4 плюс 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные извините пожалуйста вот такой нюанс и все и повторяем этот ряд давайте еще раз кромочную снимаем и вяжем 1 лицевая петля далее петлю снимаем нить за работой 2 вместе 1 изнаночной затем первую еще раз петлю изнаночной и повторяем петлю лицевая петлю сняли нить за работой 2 вместе 1 изнаночной затем еще раз первую петлю изнаночной повторяем так до конца ряда и в конце ряда вяжем петлю для симметрии лицевой перед кромочной вот такой нюанс все повторяем этот один-единственный ряд и вот получается вот такой эффект да еще можно юбку вязать таким узором прекрасно будет смотреться вот так то есть и с лицевой стороны и с изнаночной узор смотрится одинаково надеюсь в данное видео было полезным спасибо за внимание